На территории детской больницы в Люберцах работает вертолетная площадка. Ее открытие – важнейшее событие не только для округа. В год медучреждение принимает более 12 тысяч маленьких пациентов со всего региона. На официальном открытии вертолетной площадки побывали заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева и Владимир Ружицкий. Из пункта А в пункт Б за считанные минуты. Когда жизнь висит на волоске, на помощь приходит медицинская авиация. Теперь доставлять экстренных больных в Люберцы удобно и безопасно. У Московского областного центра охраны материнства и детства появилась собственная вертолетная площадка. Она оборудована мобильным комплексом ночного старта. Принимать пострадавших можно здесь круглосуточно. Данная площадка позволит принимать специализированные воздушные суда. Но на самом деле время кратно сокращается. Есть правила золотого часа – это тот промежуток времени, когда пациента наиболее эффективно довести до больницы и оказать ему специализированную медицинскую помощь. Машина не всегда может успеть вовремя довезти пациента из-за пробок, из-за каких-то ограничений. Пациентов в тяжелом и критическом состоянии перевозят авиамедицинские бригады территориального центра медицина-катастроф Московской области. Полеты выполняют на отечественных вертолетах «Ансад», которые способны сократить время прибытия больного в медучреждение в 10 раз. Вертолет оборудован мобильным медицинским модулем. Здесь все начинают от аппарата ИВЛ, заканчивая комплексом для проведения реанимационных процедур. Врачи могут оказывать помощь пострадавшему прямо в небе. Оборудованное посадочное пространство облегчило транспортировку пострадавших и увеличило количество пациентов в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ведь такое медучреждение – единственное в Подмосковье. Только через реанимацию здесь в этом году прошли 925 детей. Это в основном тяжелые дети. Это дети, как правило, после ДТП. Это дети с ожогами, получившие ожоги. Это дети после различных других травм. То есть это те дети, которые на аппаратах искусственной вентиляции легких. Или те дети, для которых транспортировка в автомобиле намного хуже, нежели транспортировка вертолетом. Новая вертолетная площадка заработала в Люберцах 16 июня. До сегодняшнего дня она уже успела принять более 30 винтокрылых машин с пациентами со всего региона. Раньше таких пострадавших детей транспортировали в столицу. Это, конечно, важнейшее событие сегодняшнего дня для области, поскольку качество медицинской эвакуации, безусловно, имеет значение для последующего оказания медицинской помощи. Без поддержки правительства Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, такая акция была невозможна. В этом году в московском регионе откроются еще пять вертолетных площадок на территории медицинских учреждений. Эффективность помощи, оказываемой по воздуху, можно оценить в цифрах. За три года авиамедицинские бригады перевезли более 6 тысяч пациентов в 11 субъектах России. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.